Честно говоря, я думаю, что мы посвятим эту передачу, эту часть, собственно, сенсационной новости, которая стала известна в последнее время и которая, конечно, полностью опровергает те мифы, которыми нас кормили и пончивали последнюю четверть века о причинах кончины СССР. Дело в том, что еще два с лишним года тому назад американцы рассекритили стенограммы переговоров президента Джорджа Буша-старшего с Горбачевым, Ельциным и Кравчаком в конце 1991 года, из которых уже не просто с точки зрения политологов, экспертов, историков, а из первых уст стали ясны причины кончины Советского Союза. Собственно, наиболее подробно и детально об этом сказал Борис Ельцин в разговоре 30 ноября с Джорджем Бушем, которому сказал, что причиной отказа, обращая внимание, не Горбачева, а не кого бы то ни было другого, а именно российского руководства, именно его, от формирования Союза Суверенных Государств, которым занимались в предыдущие четыре месяца в рамках так называемого обновленного договора, являлась конфигурация нового Союза и распределение полномочий депутатских мест в Верхней Палате предполагаемого Союза Суверенных Государств. Ельцин объяснил, что с его точки зрения в Новом Союзе, состоящем из семи республик, двух европейских, Россия и Беларусь, и пяти азиатских, а соответственно Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, большинство голосов будет у азиатских республик. С этим, как сказал Ельцин, он принципиально не согласен и такого не допустит. Собственно, об этом он сказал еще в интервью газете «Известия» за несколько дней до этого, это интервью было опубликовано, и российская делегация на всех остальных переговорах заняла эту жесткую позицию. Только в том случае, если Украина, а также и Молдова станут членами этого Союза Суверенного Государства, тогда Россия будет являться участником этого образования. Однако, если Украина и Молдова не будут этим членом, то тогда эти две европейские республики оказываются в меньшинстве, и смысла участвовать в таком Союзе Суверенного Государства нет. Мне кажется, вот это пояснение, которое дал Ельцин, и которое на самом деле опубликовали еще целый ряд людей, которые знакомы были с реальной ситуацией, полностью переворачивает наше представление о том, по каким причинам закончился СССР, по каким причинам не был создан Союз Суверенных Государств, и по каким причинам возникло Содружество Независимых Государств. Это означает, что все вот эти версии, которые нам предлагали, по поводу которых написаны десятки, сотни книг, статей и прочих выступлениях, об экономическом кризисе, как причине кончины СССР, а падение цен на нефть, а там, а даже о ГКЧП, а даже об украинском референдуме, о прекращении государственной управляемости, это все являются мифы, не имеющие никакого отношения к реальной действительности. То есть кризиса не было? В действительности является, мы говорим не о кризисе, если у вас есть насморк и одновременно сломана нога, то вы не можете пробежать тысячекилометровую дистанцию не потому, что у вас насморк, а потому, что у вас есть проблемы в хирургии. Поэтому, с моей точки зрения, это действительно сенсационное, неизвестное для миллионов, десятков миллионов наших граждан и граждан наших соседних государствах объяснение того, почему закончился СССР. Несколько дней тому назад я в своем блоге задал вопрос, об этом задал этот вопрос, и в течение почти недели огромное количество людей посмотрело этот текст и у меня в блоге, и здесь на сайте Эхо Москвы, и в других местах, и ни один из них, к сожалению, не смог дать ответ. Это означает, что эта тема являлась до настоящего времени абсолютно неизвестной. И теперь, когда, спасибо рассекреченным материалам со стороны американских архивов, спасибо тем нашим согражданам, кто имел отношение к принятию решений осенью 91-го года, в частности, я на зову Сергея Александровича Васильева, Сергея Цепляева, которые дали свои мемуары и рассказали, как это было. У нас впервые за 25 лет, впервые появляется возможность получить некоторые представления о действительных причинах, почему произошла кончина СССР.